добрый день дорогие пекари много задавалось вопросов о моих расточных корзинах и задавались вопросы о том какие выбрать какие размеры и для какого хлеба подходит какая корзинка у меня четыре вида расточных корзин ротанговых 4 вернее размера и сегодня я хочу вам их показать начнем с овальных есть овальные большие овальные поменьше но это средний размер вот это средний размер бывает еще меньше это вот побольше так давайте сейчас я вам покажу размеры я говорю внешние размеры обратите внимание что во всех интернет-магазинах указывается именно внешние размеры большая овальная корзина у меня длиной 25 сантиметров шириной 15 и высотой 8 размере и и по донышку 20 на 8 с половиной корзинка поменьше корзинка поменьше у меня длиной 21 сантиметр шириной 14 с половиной и высотой 8 размеры по донышку девять с половиной на 17 сантиметров я очень часто использую овальные корзины я люблю хлеб в расстойный в них люблю продолговатую формовку мне очень нравится форма этого хлеба в эти корзины я форму и хлеб батардом или пеленанием о том как формовать у меня есть видео посмотрите теперь о весе заготовок в большую корзину я помещаю заготовки примерно весом 900 800 граммов в корзину поменьше у меня идут заготовки весом около 500 400 500 граммов как ориентироваться а вы заранее не знаете какого веса получится у вас хлеб ориентируйтесь по рецепту если в рецепте 500 граммов муки или 400 граммов муки и вы формуете один хлеб то это как раз на вот такую большую корзину если в рецепте 300 граммов муки либо 600 700 граммов муки и вы формуете два хлеба то это на вот такие корзины давайте перейдем круглым круглые корзины для круглых хлебов для круглой формовки у меня тоже два размера но здесь у меня маленькая большая средний у меня нет вот такая большая корзина она подходит для хлебов размером весом вернее около килограмма то здесь хлеба из 600 700 граммов муки хорошо помещается можно и поменьше тогда они просто занимают не весь объем этой корзины я этим часто пользуюсь то есть не прям вот все заполняет а где-то вот до половины тогда это будет хлеб весом где-то 600 700 граммов тоже вполне приемлемо вот такая маленькая корзинка в них в этих маленьких корзинах я расставила тулонские булки они у меня очень популярны многим нравится здесь хлеб получается весом 300 400 граммов тоже ориентируйтесь если у вас в рецепте 400 граммов муки или 500 граммов муки вы делаете два хлебушка то как раз вот в эти корзинки они поместятся 400 даже 350 граммов муки может быть так и теперь о размерах диаметр большой корзины 22 высота восемь с половиной диаметр маленькой корзинки 16 внешний диаметр высота шесть с половиной сантиметров все размеры я напишу в описании смотрите описание могу сказать вам еще внутренний размер внутренний размер большой корзины 19 с половиной высота получается где-то 9 внутренний размер маленькой корзины 14 с половиной сантиметров если взять про долговатые овальные корзины внутренний размер средний 19 сантиметров на 13 внутренний размер большой 22 на 12 с половиной помимо того что они разные по размеру можно еще заметить что они разные по форме большая овальная корзина у меня достаточно узкая и получается такие красивые про долговатые хлеба малая овальная корзина у меня довольно широкая то есть по ширине они почти одинаковые с большой даже не почти а вот совсем одинаковый здесь получается более округлые хлеба то есть у нас форма хлеба тоже очень сильно зависит от росточных корзин я надеюсь вам было полезно это видео задавайте вопросы если полезно ставьте лайки пишите свои комментарии будем печь из причем еще много всего интересного кто не подписан подписывайтесь на канал будет много новых сюжетов рецептов а также советов и разборов сложностей а